Это страшно. И расплата нашей всей страны будет за это очень ужасна. Германия до сих пор платит репарацию еще с 45-го года. Что нас ждет, неизвестно. Фейк. Больше я ничего не скажу. Что они подстроили так, что как будто бы наши отубили гражданское население. Это самый настоящий фейк. А вы смотрите телевизор, наверное, только, да? Да, я смотрю телевизор. А что мне больше делать? Понятно. А фотографии международных информационных агентств видели оттуда? Нет, это я пропустила. Нет, не знаю. Не знаю, как-то не знаю. В принципе, ситуация в мире не интересует. Рабучую, да, я видел фотографии мертвых местных жителей. И считаю, что это ужасно. Смерть обычных граждан, которые ни в чем не повиня. Это фейк. То, что Буча, это фейк, все понятно. То, что там это сами же украинцы, так это и делают. Все, все, что я еще могу сказать? Ну, а эта информация у вас откуда? Из телевизора. Про Буча, да, конечно, слышал. И войск, и последствия, что там происходит. Сказать на самом деле хочется очень многое, даже кричать. Но, к сожалению, вряд ли, что я либо вам прокомментирую, потому что в нашей стране с нашей свободой слова, и как любой комментарий можно грести, последствий, приходится молчать. Мне кажется, что это, в общем-то, то, что освещают украинские телеканалы, то это неправда. Я не верю просто в это. А вы откуда черпаете? Я и с Ютуба, и с телевизора. В общем-то. Понятно. А то, что западные СМИ публикуют, вы видели? Ну, нет. Очень все сложно. Простому человеку, в общем-то, сложно разобраться, так скажем. Мне это мое мнение личное. Фейк это не фейк. Знать-то мы откуда можем. Средства массовой информации говорят, что это фейк. Украинские, то есть украинские наши, почему-то все украинские радиостанции отключили, заглушили, то есть проанализировать, то есть ихнюю позицию мы не можем. Это очень страшно и непонятно, как потом с этим жить, как от этого отмываться. И почему вообще такое произошло, вопрос с этим. Недопустимо, ни в каких вообще реалиях нашей человеческой жизни. Ну, слышал, что оставили наши войска, этот город. У меня есть своя точка зрения по этому поводу. Вот. Я не готов делиться. Ну, мнение есть, оно, конечно, отрицательное. Нельзя было уходить, так скажу. И там и там работает пропаганда. Естественно, каждая сторона пытается донести свою правду. Вот. Если вы про конкретно тот случай, да, с людьми, то, ну, это очень похоже, что это, ну, не, ну, на мой взгляд, это не соответствует действительности. Потому что, как бы, смысл, смысл вообще это делать, когда мы там раздаем гуманитарную помощь в городах, а тут вдруг решили там людей направо-налево убивать. Ну, это нелогично, и мне кажется, это фейк. Вы слышали в украинском городе? Да, слышал. Да, ужасно, конечно. Я не одобряю. Ну, смерти мирных жителей. Ничего хорошего. Ну, ты из российских СМИ, говорят, что это все пропаганда. Да, там в российских СМИ, как бы, всегда говорят, что это пропаганда, а сами пропагандируют, не понять что. Наше одно, говорят, подписанное «Голос Америки» на BBC, абсолютно противоположное. Мне кажется, провокация. Просто провокация. Да, конечно, но это фейк, это абсолютный фейк. Там даже тела лежат, как бы, ну, неестественно, как они должны лежать. Вот это мое мнение. Сам родом с Украины, поэтому душа болит за всех. Ну, все это, все это постановка. Вся родня на Украине, вся родня. Вот, и батюшка еще, батя жив еще 93 года. Вот, тоже мы долго с ним на эти темы не общались. И тем не менее, вот, что вы творите, хотя сам родов Сыктывкара. Говорю, папа, разуй глаза. И иногда, хотя все российские каналы там отключены, поэтому он не может их смотреть. А смотрят только украинские. Вы что-нибудь знаете о некоинском городе? Ой, это так больные темы для матерей. Лучше не трогать материнские сердца. Просто смотришь, и дети гибнут. Мы не знаем. Мы знаем, что идет война. Ну, больно об этом говорить просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!